Для выпускников 9-х и 11-х классов организовали образовательную выставку и беседу с представителями колледжей и университетов. Основная задача таких мероприятий – помочь ученикам определиться с направлением и местом дальнейшего обучения. Подробности в сюжете. Анаита Рутюнян заканчивает в этом учебном году 11-й класс. В дальнейшем мечтает стать финансистом. Но с местом обучения еще не определилась. Посетила встречу, чтобы познакомиться с представленными высшими учебными заведениями и сделать свой выбор. Несколько вузов представляют себя, направляют нас, помогают выбирать карьеру. Лично для меня это очень важно, потому что я до сих пор в раздумьях, на кого поступить, что выбрать. Я лично рассматриваю направления банковское дело и экономика и финансы. В принципе, эти направления схожи, но все равно в каких-то планах они отличаются. Ученики задавали вопросы о направлениях и экзаменах для поступления. На встрече присутствовали семь представителей разных высших учебных заведений и колледжей. Один из них – финансово-юридический университет. Его основные направления – экономика, юриспруденция и менеджмент. Выбрать в свою будущую специальность и направление на самом деле очень важно. И подойти к этому вопросу необходимо заблаговременно. Моя задача – именно проконсультировать будущего абитуриента, помочь ему с выбором той или иной специальности и формы обучения. На образовательной выставке для учеников, которые рассматривают профессию проектировщика зданий или дизайнера интерьеров, присутствовали представители архитектурно-строительного института. У нас есть творческие, гуманитарные и технические специальности. Там есть вступительные – просто принести портфолио. На дизайн – это рисунок живопись, на архитектуру – это рисунок живопись и черчение. В 2024 году в округе оканчивают школу почти 1311-классников и 39-классников. Здесь ученики узнали о количестве минимальных проходных баллов, бюджетных мест и правилах подачи документов в высшие учебные заведения и колледжи.